Самые дешевые квартиры в Туркестане стоят 8 миллионов теньен. По этому показателю молодой областной центр уступает разве что крупным мегаполисам. Цены на жилье резко подскочили в 2018-м, когда город получил новый статус. Подробно ситуации на рынке недвижимости расскажет Рауль Габитов. Многоэтажных домов в Туркестане не так много, всего 130. Спрос же на жилье колоссальный. Отсюда и небывалый рост цен. Если два года назад квартиры в областном центре в среднем стоили от 3 миллионов тенге, то сейчас за жилье в зависимости от квадратуры придется выложить от 9 до 25 миллионов. Аренда квартиры в Туркестане стоит 100 тысяч тенге, бывает и дороже. При этом качество не соответствует цене. Откуда обычному студенту взять такие деньги? Раньше арендовать жилье можно было за 20-30 тысяч тенге в месяц. Цены на квартиры у нас сейчас такие же, как, например, в Алматы. Однако условий, как в элитных жилищных комплексах, в этих квартирах нет. Все же выбора у людей нет. Приходится снимать дорогое жилье. Раньше квартиру можно было арендовать за 10-15 тысяч тенге в месяц, а сейчас как минимум за 80-100 тысяч тенге. Такие цены только в Астане и Алматы. Стоимость земли тоже взлетела. Еще недавно участок можно было купить за 500 тысяч тенге, но теперь это нереально. В 2018 году в Туркестан из Шимкента переехали больше тысячи госслужащих. Каждому из них нужна была крыша над головой. Но покупать дом очень накладно, поэтому единственный вариант – аренда. Этим до сих пор и пользуются владельцы квартир. Найти съемное жилье дешевле, чем за 70 тысяч тенге в месяц, в областном центре практически невозможно. У нас в городе всего существует два микрорайона – первый и второй. Поэтому два микрорайона, поэтому, конечно, и квартир меньше. Поэтому спрос большой, но квартир нет у нас на продажу. Цены дорогие, но квартиры не соответствуют. Во-первых, там нет ремонтов. Ремонта нет. Но они просят такие цены, которые у нас в Чумкенте и в Алмате. Рынок недвижимости стабилизируется. Но только с ростом жилищного фонда, говорят эксперты. Сейчас в Туркестане строят 94 многоэтажных дома. 62 из них сдадут в эксплуатацию уже в этом году. В первую очередь ключи от новых квартир получат льготники и госслужащие. Всего, в своей очереди, на жилье ожидают 35 тысяч горожан. Рауль Кабитов, Ербулат Абишав, Самат Нагашпекула, Хабар, 24, Туркестан.